Макс Да, и он не единственный, кто сталкивается с трудностями во время работы. Геннадий Петрович, директор компании, ждет Макса с отчетом. Путь в кабинет директора тернистый и извилист. Обычно в отделе продаж очень жарко, тесно и шумно. Чего не скажешь об отделе логистики. Леночка, как всегда, приветлива и мила. Конечно, Макс попытается поговорить об изменениях в офисе, хотя бы о перестановке мебели. Но Геннадий Петрович неумолим. Его интересуют совсем другие вопросы. Как же Максу представить интересы компании, когда вокруг такие условия? Наш герой очень расстроен, потому что не успеет закончить проект, и это отразится на его зарплате. Полное отсутствие мотивации вынуждает Макса забыть о стремлении улучшить свои результаты. На самом деле, это всего лишь страшный сон Макса, потому что офис, в котором он работает, продуман до мелочей. От зоны отдыха до кабинета директора. Макс направляется в зону деск-шеринг на встречу с коллегами для обсуждения текущего проекта. В зоне деск-шеринг есть все необходимое для мобильной работы. У нашего героя встреча с важным клиентом. Ну что же, похоже, у Макса для директора отличные новости. Переговоры прошли успешно. Макс направляется в кофе-поинт, где его ждет горячий кофе. Наш герой удобно устраивается в своем рабочем кресле. Он вдохновлен успехом и готов к новым проектам. Менеджмент пространства – технология создания эффективного офиса. В основе технологии – исследование бизнес-процессов компании-заказчика, разработка концепции и зонирование пространства, проектирование рабочих мест, реализация проекта. Правильно организованное офисное пространство является стратегическим инструментом управления компанией. Эффективный офис поддерживает бизнес-процессы и служит важным фактором мотивации персонала. Разработано специалистами компании «Соло Офис Интерьерс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова